В ближайшие месяцы ход войны может измениться. Издание The New York Times, ссылаясь на официальные источники в Вашингтоне, пишет, что Украине будет сложнее отвоевывать свои территории. Согласны ли с этим украинские эксперты и другие западные аналитики, разбираемся в этом видео. The New York Times пишет, что Россия улучшает оборону и направляет на линию фронта все больше мобилизованных. Поэтому якобы наиболее вероятный сценарий второго года войны – патовая ситуация, когда ни одна из армий не сможет продвигаться вперед, несмотря на ожесточенные бои. Журналисты подчеркивают, что за победы на северо-востоке и юге Украина заплатят тысячами солдат и огромным количеством боеприпасов. Поэтому американские официальные лица, например, допускают, что Киев избежит отправки своих военных непосредственно в Крым. Если деоккупация захваченных территорий на материковой части Украины, по мнению большинства экспертов, возможно, военным путем, то освобождение полуострова вызывает много вопросов. Чиновники из Вашингтона считают, что ВСУ будут проводить тайные операции, например, бить по базам и путям снабжения России в Крыму, чтобы частично сковать группировку ее войск. Но, подчеркивает The New York Times, этого недостаточно, чтобы выбить противника из тех областей Украины, где российская армия закрепилась. Американские официальные лица продолжают искать слабые места в российских позициях, охотясь за подразделениями, которые находятся на грани краха, и могут быть разбиты при продолжительном наступлении со стороны Украины. Обнаружение этих хрупких подразделений может позволить украинским войскам одержать меньшие победы. Украинские эксперты согласны, освобождение Крыма военным путем будет слишком затратно и в плане ресурсов, и в плане человеческих жертв. Поэтому деоккупацию полуострова они видят в первую очередь дипломатическим путем. Я не вижу варианта, что мы военным путем сможем вернуть Крым. Вот сейчас, да, может быть, что-то будет еще экстра, придет нам какое-то оружие, но сейчас я этого не вижу. Крым для них это вообще такое сакральное, такая скрепа. Это можно приравнять к Мавзолею, настолько важно для них. Поэтому пока с Крымом, честно скажу, я не вижу. Да не с Луганску, да, это возможно. Кроме того, даже освобождение Левобережья Херсонщины и оккупированной Запорожской области, по мнению украинских аналитиков, следует ожидать, но не в ближайшие месяцы. То, что сейчас происходит на Левобережной части Херсонщины, не является актом доброй воли, а отводом подразделений с целью минимизации потерь российской армии в 20-километровой операционной зоне артиллерии ВСУ. Российское командование прекрасно понимает, что Запорожская область – это ключ к освобождению юга. И просто взять и помахать ручкой – нет. В данном случае они этого делать не станут. А потому, как бы кому того не хотелось, но в ближайший месяц, а возможно и полтора, мы на запорожской локации не увидим серьезных намеков на разного рода жесты доброй воли. Пишет военный эксперт Александр Коваленко. А издание The New York Times отмечает, что Кремль учится на своих ошибках. Военными операциями теперь руководит Сергей Суровикин, который, по мнению чиновников в Вашингтоне, делает это более эффективно. Именно по его инициативе Россия стала наносить интенсивные авиаудары по оборонительным линиям ВСУ, что увеличило потери Киева. По словам американских официальных лиц, Суровикин делает упор на стратегическую оборону. Ему якобы уже удалось дисциплинировать российские войска на юге и востоке Украины. Издание пишет, что компания частичной мобилизации тоже может принести плоды, если 300 тысяч российских резервистов не пострадают во время холодной зимы, к весне они станут серьезной военной силой. Что до Суровикина, то украинские эксперты согласны. Он стабилизировал ситуацию на фронте, но авиаудары, о которых пишет американское издание, по их мнению, не являются какой-то новой стратегией. По мнению американских чиновников, чтобы Украина смогла перейти в очередное контрнаступление, в ВСУ нужно больше боеприпасов, артиллерии, зенитных ракет, противотанковых систем, беспилотников, транспортных средств и самолетов. The New York Times подчеркивает, ход этой войны в первую очередь зависит именно от того, у кого больше техники и боеприпасов. Это становится соперничеством между Западной промышленной базой и Российской промышленной базой с некоторой помощью со стороны иранцев, северокорейцев и других стран. После визита Владимира Зеленского в Вашингтон США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него входят, помимо прочего, система ПВО Patriot и высокоточные боеприпасы для авиабомб. Тем не менее, американские законодатели и эксперты считают, что ВСУ нужно больше вооружения, чтобы избежать тупиковой ситуации на фронте в ближайшие месяцы. Украинские эксперты с такими категоричными выводами не согласны. Сейчас, когда Россия зашла в Украину, когда она была на пике формы, лучшие танки, лучшие самолеты, лучшие вертолеты, лучшие ракеты, лучшие военные, и им не удалось ничего толком захватить, наоборот, наши военные даже начали гнать мокрыми тряпками по украинским степам, почему-то вдруг в следующем году должен быть какой-то статус-кво. То есть продолжится Бавовна. Бавовна – это ключ к взлому российской обороны. То есть россияне будут вынуждены оттягивать свои склады за 100-120 километров. Тезисы в статье The New York Times идут вразрез с публичными заявлениями некоторых американских официальных лиц. Одно из них сделал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, Крым будет освобожден до конца лета следующего года. Для этого якобы достаточно регулярных ударов по путям снабжения России, в том числе по Керченскому мосту и сухопутному коридору через Мелитополь. Ходжес в очередной раз подчеркнул, если бы ВСУ получили ракеты Атакамс, они смогли бы наносить удары по штабам, транспортным узлам и складам боеприпасов в Крыму. В итоге это сделает полуостров непригодным для российских военных. Но о предоставлении Украине этих ракет пока речь не идет. Более того, издание The Washington Post пишет, что Зеленскому не удалось добиться предоставления Украине оружия для начала крупного контрнаступления. Washington Post отмечает, что у лидеров США и Украины есть разногласия во взглядах на возможные сценарии развития войны. Якобы Белый дом предложил три модели завершения войны. Первый вариант – это выведение российских войск со всей оккупированной территории, включая Крым и Донбасс. Второй – отвод войск на линии до полномасштабного вторжения. Третий – вывод войск со всей захваченной территории, кроме Крыма. Зеленский неоднократно заявлял, что придерживается только первого варианта. В то же время Джо Байден публично повторяет, что у него с украинским лидером одинаковое видение окончания войны. А условия завершения конфликта, подчеркивает Байден, будет диктовать Зеленский. Такими отличиями публичной и непубличной риторики пользуется Россия. Киев зашел в тупик и не видит вариантов развития событий, при которых можно было бы надеяться на приемлемые условия поражения. Хотя никаких признаков поражения ВСУ пока нет.